Ну что, перейдем к следующему виду сопровождения. Какой у нас следующий вид сопровождения и по сути последний? Кто знает, кто помнит? В самом начале я перечисляла все пять. Какой вид сопровождения еще остался? Информационный. И об этом видеосопровождении нам расскажет менеджер 9% Смирнова Ольга. Встречаем. Пикера Оли Светланова. Здравствуйте. Все меня хорошо видно, слышно. Поставьте плюсики, пожалуйста. Замечательно. Я, если кто меня еще не знает, Смирнова Ольга, менеджер 9% в прошлом каталоге. У меня вот такой результат долгожданный. Пригласила меня вообще в Марину Потемкину в компанию. Сначала на подарок пригласила. Потом я просто наблюдала, как изменилась жизнь Марины. В лучшую, конечно, сторону. И наблюдая за ней, за ее личным брендом, решила попробовать сама. Почему? Думаю, мне не попробовать, а вдруг у меня тоже получится. И теперь в нашей команде новички 3%, 6% получают, конечно, информационное сопровождение. Это самое главное и самое важное. Дать правильное информационное сопровождение. Получают в каком виде? Посещение вебинаров. Смотрят ролики, какие вот даем им. Посещают мероприятия. И, конечно, литературу. Вот, читая литературу, мы даем им задание, чтобы была обратная связь. Обратная связь очень важна, чтобы посмотреть, как правильно понял информационный речек. Если что-то, какие-то вопросы есть, конечно, наша команда всегда поможет, в правильную сторону направит. Вот, если не я, то вышестоящий спонсор. У нас очень вообще дружная, хорошая команда. Я своим людям даю задания различные. И, конечно, смотрю, как они правильно их выполняют. Если что-то делают не по технологии, мы, конечно, подскажем, как правильно сделать, какой нужен вывод, сделать нужный вывод. Ну, что еще? Мы, конечно, всем своим новичкам будем помогать в дальнейшем. Любые сведения, конечно, принимаем и передаем, сохраняем различными источниками. Информация – это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и другими информационными системами. Информация, конечно, это значимое сведение о чем-либо. Когда форма их представления таким является информацией, то есть имеет форматирующую функцию в соответствии с собственной природой. Информация – это все то, чему могут быть дополнены наши знания и предположения. Самое главное нам правильно – преподнести информацию для новичка. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Можно перелеснуть. Какие у нас есть свойства информации? Да, точность, объективность, ценность, полнота, актуальность, достоверность, доступность и адекватность. Конечно, это все очень актуально для наших новичков. Как точнее, как объективнее мы дадим им ценную информацию, чтобы у них был правильный взгляд на вещи, которые нам необходимы для работы. Еще вопросы есть? Наташа может перелистнуть? Да, у нас такая табличка. Каналы получения информации, виде информации, органы чувств. Слуховой, конечно, очень значимый. Слуховой, звуковой, зрительный. Да, что мы слышим, что мы видим. Обонятельный, вкусовые, осязательные. Это все очень важно. Даже в общении с новичками. Это слуховое, зрительное и обонятельное. Это очень важно, что мы ощущаем вокруг себя, что мы видим, с кем мы говорим. Все это очень актуально. Наташа, перелистываем дальше. Какие, да, есть виды информации? Ну, как я говорила, вебинары, видео, семинары, книги. Информационное обсуждение обязательно с обратной связью, чтобы узнать, как правильно понял новичок информацию, что он, какие выводы для себя сделал. Брось, дай посмотреть, спроси, узнай. Все это верно. Конечно, нужно и дать посмотреть, и спросить, и узнать. Дальше. Наташа. Детей сварил, да, обед постирал, белье накормил. С 8 марта. Вот такая вот очень шутливая поздравление с 8 марта. Так, очень это интересно. Да, буду поздно. Конечно, лучше не поздно. Это правильное выражение, очень такое хорошее. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Я полностью согласна с этим высказыванием. Ну, это очень важно, чтобы вовремя дать информацию новичку. Чтобы он научился в будущем сопровождать своих новичков, своей команде. Фраза отличная, я согласна. Угу, Виталий. Есть еще, Наташ, слайдики. У меня, к сожалению, сегодня очень мало времени было. Я была на работе целый день. Не было времени хорошо подготовиться. Так что, если что, не защите. Угу. И вам спасибо большое. Все, поняла. Угу. Угу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok